22 июля Денечек, утро сегодня такой вопрос разберем надо ли есть на ночь что будет если есть на ночь ну и так можно сказать кому можно а кому нельзя есть на ночь есть такой канал на ютубе который вот все расскажет а что будет если есть на ночь вот такие вот вопросы разбирает я правда не посмотрел что там они рассказали у меня свое мнение вопрос вообще-то неоднозначен вот смотрите как виду человеку не свойственно есть на ночь то есть это не его убери этнологические показатели которые говорят о том что надо есть на ночь аргументы следующие ночью температура тела понижается а раз она понижается то активность ферментов естественно становится гораздо хуже раз хуже то целом переваривание новую бурить становится проблемой пища переваривается некачественно и вообще ночью свойственно отдыхать это мы уже все знаем а когда так хорошенько наешься часика в девять то некоторые из нас просыпается где-то в час-два ночи живот как барабан сердце бухает пищеварение идет полным ходом то есть мы не отдыхаем а бабаха цвет то есть в общем есть на ночь нежелательно однако чем моложе человек тем у него лучших обмен веществ и детям юноша вполне можно на ночь покушать естественно не наедаться тем не менее все мы знаем что пришли в канадам было лет 16-25 станцев или еще откуда-то покушали есть хочется да и нормально заснули видите как уже рекомендация значит для детей юношей такого возраста молодого кушать можно но немножко потому что организм молодой он там справится далее если человек желает сбросить вес стоит ли ему на ночь есть или нет и и когда должно быть последнюю еду вот последняя еда должна быть это часиков все причем более-менее легенько там салатик кашка салатик мясцо но немножко но не тяжелая не жирная значит примерно 7 часов до 12 где-то более-менее организм успеет переварить есть особо не захочется есть то есть спать надо ложиться где-то будет часиков с 10 ну пускай до 12 и в это время есть нам не захочется практика показывать и тогда нормально значит люди которые желают сбросить вес должны поесть часиков до семи максимум до 8 это так уже уступка и немножко и немножечко главное чтобы они спокойно могли заснуть и никаких мук молода у них не возникало это да вес особо не будет расти а а то будет и сбрасываться если придерживаться раздельного питания так однако однако все мы разные и у нас имеется такое понятие как индивидуальная конституция лица с индивидуальной конституции с выраженной индивидуальной конституции слизи на ночь чем меньше они будут есть тем лучше для них будет опять-таки до 7 часов что-то такое маленькое кефирчика попили либо там какие-нибудь фруктики поели и ложиться спать тогда будет то что надо потому что они поправляются вообще-то от маковые росинки и они будут себя чувствует нормально а вот есть люди с выраженной конституции ветра у которых процессы пищеварения вернее быстрота пищеварения очень-очень ускорено по сравнению с нормальными показателями и это для них норма как в этом случае поступать они чувствуют себя хорошо и в своей тарелке тогда когда чувствует тяжесть вот пинта и можно будет кушать на ночь и даже более менее плотно кушать то есть вот этот плотность естественно до выявить для себя насколько плотно должен то есть хватит ему допустим бутерброда либо пельмени со сметаной либо можно как-то отделаться салатом это все будет для него нормально вот важно важно не то что вы на ночь идите или нет а утром хочется ли вам кушать или нет то есть это показатель правильность входа организма биологические ритмы потому что с утра нам должно немножечко хотеть есть и мы покушали это нормально то есть все у нас органы пищеварения начинают работать в обед нам хочется должно хотеться сильнее так и капитально покушали и вечерочка вот каждый должен выработать свою меру сколько ему надо чтоб он нормально заснул и мы с вами путем разбора выяснили что с выраженной слизистой конституции чем меньше есть человек после семи часов тем лучше а вот лицам с выраженной конституцией ветра а им эта рекомендация не подходит им надо все-таки где-то съесть поплотнее что-то и тогда они все чувствуют свои тарелки а так когда все под одну ребенку получается что для них хорошо а для других это как-то неприемлемо и вот у них начинается как же так здоровый образ жизни вот есть не надо а нам хочется их что-то мы все не так чувствуем им подойдет и горячий чай и там и бутерброд ну такие вот ну и с желчной конституцией у желчной конституции они тоже любят поесть у них такой мощный мощный обмен веществ поэтому им тоже надо выработать какую-то такую норму для себя чтобы ложась спать они не думали о том что надо поесть потому что это их приводит в раздражение и в то же время нормально засыпали комфортно спали без всех этих в просыпание среди ночи бухание сердце что у них там живот работает и вставали бодрыми а не уставшими и наконец-таки рекомендации это пойдут уже пожилым людям обмен веществ крайне низок становится чем туда не старше человек тем у него хуже переваривается пища в силу слабости его пищеварительных способностей естественно слабость слабим дыхлеем поэтому еще меньше надо есть не оставлять полностью что уже все хватит а вот немножечко перекусить немножечко перекусить так в охотку легонечко а то многие наедаются до такой степени что чувствуют вот когда желудок наполнен ага вот это наелись вот с этим придется бороться а чувствовать вот эту вот меру меру ну и еще стоит ли есть там на ночь и насколько плотно зависит от того чем вы занимаетесь в течение дня одно дело человек сидит в офисе совсем другое дело он работает грузчиком третье дело это спортсмены занимаются тут уже рекомендации иные они спокойно не заснут им надо как-то довольно таки плотно покушать но опять таки вот эту плотность надо для себя выявить очень хорошо если вам вот с утра хочется есть это говорит о том что вы правильно вписались в биоритмы то есть вы завтракать более-менее обедаете так плотненько ну и ужинать некоторым людям опять таки в молодом возрасте физически работающим а также с индивидуальной конституцией ветра им мало трех раз им желательно раза четыре и вот когда где-то на четыре раза то есть утречкам поели потом в обед так не только что плотно но поели потом часа через три там какой-то там перекус такой легонький и еще разок ужин опять-таки такой же несколько иной вариант кто не так будет хотеться есть здесь понимать важно что вот равномерное поступление пищи в организм оно способствует тому что в первую очередь облегчается работа пищеварительной системы не так хочется есть то есть мы контролируем чувство голода гораздо лучше вот эти маленькие дробные порции а в целом четыре или пять раз когда человек ест он съедает то же то же количество что съел бы за два за три раза потому что некоторые люди там утром не едят в обед немножко поели бегали бегали вечером пришли как наелись именно смотрите большие приемы пищи способствует тому что за счет силы тяжести в желудке они опускают внутренние органы в первую очередь растягивают что не есть хорошо желудок смещая другие органы со своих мест ухудшая работу легких сердца и плюс они еще за счет силы тяжести вызывают провисание опущение опущение желудка внизу желудка что у нас лежит там кишечник и органы малого таза они сдвигаются со своих мест и начинается плохая работа организма из-за того что органы опустились вот еще один факт и аргумент который говорит о том что надо придерживаться такого дробного питания небольшими порциями раза 4 а тут 5 в течение дня чем моложе человек тем больше раз 5 чем старше подойдет и 3 раза почему все-таки как-то равномерно должна пища в течение дня поступать с утром в обед вечером это делается для того чтобы не было застоя желчи желчи нас выбрасывается на пищу которая поступает в желудку и если вот эти все поступления идут редко что у нас происходит желчи она начинает сгущаться и выпадать в осадок то есть образуется уплотненные части желчи которые могут превращаться в камушки и вот одна из простых рекомендаций по нормализации работы желчного пузыря и разжижение желчи это просто-напросто дробное питание четыре-пять раз в течение дня и уже вну образующийся желчь она будет способствовать тому что растворяет то что уже там превратилось там в какие-то твердые образования вот что касается на мой взгляд рекомендации рекомендации есть на начале есть а если есть что будет вот такие вот они неоднозначные однозначность говорит о том что люди в этом вопросе не разбираются или судят однобоко так благодарю за просмотр это но это это не